Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Боец был лет 40, видимо был медиком, санитаром, потому что при нем были найдены помимо двух пуговиц разбитый термометр и пипетка. То есть человек, видимо, был не просто стрелком, а именно санитаром. Работы поискового отряда «Судьба бойца» также пройдут в ближайшее время в Песчанокопском районе и за его пределами. Сейчас уже есть заявление, пока устное заявление от главы сельского поселения Рассыпянского. Будем работать, видимо, и там. Там тоже есть захоронение на берегу реки, в огородах, надо его перенести. Евгений Трачук. Специально для программы «Время местное». В режиме повышенной готовности. Какие меры принимают в Сальской больнице, чтобы вирус не проник на территорию города? Смотрите в репортаже. Медучреждение в режиме повышенной готовности. Для больных с признаками ОРВИ открыли 113-й кабинет неотложной помощи на первом этаже. Принимает фельдшер. Не надо стоять в очереди в регистратуру. И так больше шансов не заразить здоровых людей и тех, кто пришел в поликлинику с неинфекционными заболеваниями. Обеззараживатель воздуха в фойе. Попасть в учреждение можно как с центрального входа, так и с внутреннего двора. Предусмотрен дополнительный выход через боковые двери из гардероба. К пациенту с температурой и кашлем медики приедут домой. Сейчас мы сделали дополнительную бригаду неотложной помощи, которую также обслуживают фельдшера. И все вот эти вызыва с высокой температурой на дом также будет приезжать в фельдшер. В случае проникновения коронавируса на нашу территорию медперсонал примет меры. Алгоритм действий отработан. Госпиталь на 25 коек развернут в инфекционном отделении. В наличии 6 боксов для тяжелобольных, двухнедельный запас лекарственных препаратов, средства индивидуальной защиты, 56 комплектов противочумных костюмов. Так как COVID-19 относится к числу особо опасных инфекций, для диагностики требуется специальное оборудование. Биоматериал, зараженный вирусом, отправят на тестирование в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии Ростовской области. Мы проходили также обучение, противочумный институт проводил, о том, как правильно отбирать эти пробы, как их правильно транспортировать, эти пробы, каким образом их сдавать на анализ. В общем, все это тоже медицинский персонал прошел. Обучены и все фельдшеры сельских ФАПов. Контактирующих с заболевшими отправят на карантин в Екатериновскую врачебную амбулаторию. А лучший способ защитить себя – ежедневно выполнять правила личной гигиены. И не поддаваться панике. На сегодняшний день в Сальске нет случаев лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. Галина Соколова, Артем Мирошников. Специально для программы «Время местное». А в Матвеевом Кургане провели противовирусный рейд. Подробности есть у Андрея Лунева и Галины Запорожцевой. Обычно на центральном рынке Матвеева Кургана работает более ста продавцов. Сейчас их значительно меньше. Не густо и с покупателями, но и те, и другие настроены оптимистически. Меры соблюдаем. Ну, как говорили, руки моем. Тоже все у нас как бы здесь вот в павильоне тоже и чистота везде у нас. Ну, и маски у нас там есть, если уже какие-то меры там. Усилены меры профилактики в детских садах. Прием детей осуществляется на входе медсестрой и дежурным воспитателем, которые измеряют температуру детей и осуществляют осмотр на предмет признаков заболеваемости. Усилена влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств. Отменены все развлекательные мероприятия. Мы закупили месячный расход дезинфицирующих средств. У нас ведется влажная уборка всего. Влажную уборку проводим в стульях, столах, везде, где прикасаются взрослые дети. У нас есть маски, у нас есть градусники. Мы, в общем, стараемся делать все для того, чтобы у нас больных не было. Через остановочный пункт Матвеев-Курган в день проходит около 25 автобусов. Все – внутриобластного сообщения. На стенде представлена вся необходимая информация для пассажиров. Работники пункта регулярно проводят уборку и проветривают помещение. Для профилактики распространения коронавирусной инфекции все автобусы Матвеева-Курганского АТП проходят дезинфекцию. Поручни, ручки, сидения и другие поверхности, с которыми соприкасаются в салонах автобусов пассажиры, подвергаются обработке. Хорошо поставлена профилактическая работа в сетевых магазинах. Например, одна из них собрала специальную аптечку. А что в аптечку входит? Термометры, антицептические средства. Антицептик похожий, да? Это для обработки рук. Галина Запорожцева, Андрей Лунев, Александр Гайко. Специально для программы «Время местное». На карантине не скучно. В Новошахтинске студенты и преподаватели автотранспортного техникума работают, как ни в чем не бывало. Удаленно. Такую пустоту в стенах Новошахтинского автотранспортного техникума можно наблюдать разве что в разгар летних каникул. Наверное, даже на летних так пустынно не бывает, как сегодня. На основании распоряжения губернатора Ростовской области Голубова и на основании приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области наше образовательное учреждение было переведено на дистанционное образование. Несмотря на то, что дети находятся дома, у них есть расписание. Каждое утро в 9 утра по расписанию дети входят в этот чат. Мы здороваемся. Вы знаете, они так расстроились, когда узнали, что они сюда не будут приходить. Ну а как же оценки? Как потом студент докажет, что решил задачу, ответил на вопросы, что работал в конце концов на уроке? Все это находится в моем компьютере, также это находится в моем телефоне. Даже, в принципе, если я ухожу от компьютера домой, то есть еще и в моем устройстве, в телефоне. Я это все сохраняю, потом далее я распечатаю и приложу при необходимости, когда мы будем сдавать форму отчета, каким образом проходила работа. Идет урок у будущих логистов, второкурсников группы организации перевозок, специальная дисциплина грузовые перевозки. Сейчас в данный момент мы решаем с ними задачи. На производительность подвижного состава. В количестве 10 человек мы можем онлайн общаться. От этого никуда мы не денемся, мы все равно приходим к цифровым технологиям. Детям это нравится. В техникуме учатся 500 студентов, и многие приезжают из отдаленных поселков, где не всегда уверены прием интернета. С такими студентами преподаватели связываются по сотовой связи. Ни один студент не останется без внимания преподавателя. Ну а на то, чтобы лишний часок поспать или погулять на свежем воздухе, студенты всегда найдут время. Телекомпания «Несвятай» специально для программы «Время местное». 20 лет на страже безопасности Донского края. Ростовская поисково-спасательная служба отметила юбилей. Спасатели-специалисты Ростовской областной поисково-спасательной службы отметили 20-летие со дня ее образования. Это не просто юбилейная дата. За этой цифрой стоит огромная работа по организации, созданию и становлению областной спасательной службы, неоценимый труд и вклад в обеспечение безопасности жителей Донской земли. 20 лет для любого учреждения – это, с одной стороны, небольшой срок, но, с другой стороны, можно подвести серьезные итоги. Конечно, ежедневная работа, она уже является для нас обыкновенным событием. Это уже не то, что было 20 лет назад, когда каждый выезд спасательного отряда, который был на Вашахтинске, это было какое-то знаковое событие. Но если смотреть фильм за 20 лет, то сколько интересных, уникальных операций проведено вами. Сергей Петрович вручил юбилейные медали и почетные грамоты лучшим специалистам областной поисково-спасательной службы. Поздравили спасателей с юбилеем службы и коллеги, представители МЧС. Мы все были вместе, все делали одно дело, работали на благо спасения людей, человеческой жизни. Спасибо вам, я очень горжусь тем, что я в Ваших рядах. Спасибо. Я рад всех видеть, с кем я начинал, за деятельность по спасению. Рад тому, как эта служба развивается. Мне хочется, чтобы все, которые сейчас присутствуют, чтобы мы еще через 5 лет, как минимум, встретились, посмотрели, порадовались новым успехом нашей службы. С 2017 года Ростовскую областную поисково-спасательную службу возглавляет Александр Владимирович Толочков. Хочу поблагодарить Вас всех за Ваш труд, за Ваш опыт, который Вы передаете, за все хорошее, то, что мы с Вами за 20 лет создали. Спасатели поздравили творческие коллективы городского отдела культуры и спорта. Телекомпания «Несвятай». Специально для программы «Время местное». Мастер-самоучка. До 15 лет он не знал грамоты. Создавал новую фототехнику, проводил с ней эксперименты и снимал сам. В Сальском художественном музее открылась выставка фотографа-изобретателя 19 века Ивана Болдырева. Он сам из казаков станицы Терновской. И на фотографиях его земляки часто крутого нрава, обостренно ценившие свободу. В народе их так и называли – вольные казаки. Они верно служили отечеству, почитали родителей, уважительно относились к старикам, женам. И семьи у них были крепкие. Казачки, они вот за чистоту рода казачьего всегда выступали в семье. И за обычаи, традиции, за сохранение. Выйти замуж за инородца – это было позором. Выдающийся критик Владимир Стасов считал фотографические портреты Ивана Болдырева не менее выразительными, чем жанровые полотна любимых им передвижников. Со многими живописцами Иван Васильевич был знаком лично. С самообразованием занимался очень много. И познакомился с художниками-передвижниками. И ходил сам на курсы в Академию художества. Нужда не позволила фотографу окончить Академию художеств. Не смог он запатентовать и свои изобретения. Гибкую фотопленку, прототип современной, быстродействующий затвор и широкоугольный объектив. С помощью этой техники можно было делать снимки с движущегося поезда. Не нашел талантливый мастер-самоучка в поддержке и в российском техническом обществе. Иван Васильевич себя не считал фотографом, а считал изобретателем, скорее всего. И фотографии делал для того, чтобы продемонстрировать свое либо какое-то техническое достижение, изобретение, либо техническое умение. Признания в России Болдырев так и не получил. Осталась галерея уникальных фотографий. Автор умел выбрать, снять и выстроить сюжет так, что персонажи его работ словно оживали и достойно повествовали о своей судьбе. Благодаря снимкам Ивана Васильевича мы через сто с лишним лет можем увидеть и понять, как и чем жили казаки войска Донского. Галина Соколова, Артем Мирошников. Специально для программы «Время. Местное». На сегодня это все. Мы желаем вам только хороших новостей, о которых мы с удовольствием расскажем в нашей следующей программе. Берегите себя и своих близких. Встретимся в четверг. На этом же месте, в это же время. Время. Местное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова